Я переехал в Россию не то, чтобы работать и уехать. Ну, то есть я планировал тут жить. Как к тебе вообще относятся местные жители? Недавно у меня гаишник попросил, как рецепт карбонаро правильно делать. С кем проще найти общий язык, с русским или с итальянцем? Ты сразу можешь понять, когда ругаются итальянцы. Чем все-таки итальянцев привлекают русские? Русские девушки, они самые красивые. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Я очень долго сюда летела. Билетов практически нет. А все потому, что с недавнего времени этот город стал супертуристическим. Пришлось лететь с несколькими пересадками. А все это ради того, чтобы рассказать вам историю еще одного иностранца в России. Ну и, конечно же, ради этого. Думаю, что спицы вкуснее. Это вкусно. Нет, 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 нет. Кавиал с пиццей не может быть. Давайте я вам покажу вам как приготовить пицца. Давайте. Спасибо. Марко Мельпиньяно. Италия. Знает толк в пицце, сырах и, конечно, Дольче Вите. Ради жизни своей мечты переехал во Владивосток почти 10 лет назад. Вместе с женой Роксаной открыл сыроварню и небольшое кафе. Работает на российском оборудовании, но по флорентийским рецептам. Свой досуг называет типично русским. Рыбалка, шашлыки и жена с сыном. Уверен, что в Приморье живут самые доброжелательные люди. Особенно ДПСники. Действительно очень вкусная пицца. Спасибо. Спасибо тебе большое. Да, стараемся делать прям как в Италии, настоящую. Так здесь хорошо, знаешь, прям умиротворение. Да, все верно. Я знаю, что у тебя не так много свободного времени. И когда оно есть, ты приходишь сюда, чтобы как раз порыбачить. Для меня это работает как медитация. Отключиться от всего, да, это расслабляет. Мы находимся на Токаревском маяке. Здесь, конечно, невероятно красиво. Туман, чайки. Просто ослепительно. Ты переехал сюда в 2014 году. Да, все верно. Ты влюбился в русскую девушку. Да. Женился на ней. Потом в 6 лет вы прожили в Италии. Угу. Затем решили переехать в Россию. Да, все верно. Почему? Потому что на тот момент в Италии, мы еще молодые, в 24 года, вот, я считал, что в Италии вот на тот момент у меня были проспективы. Я думал, что мы молодые, нужно развиваться. Вот, я подумал, что хорошая страна для развития, вот, я считал, что это Россия. Потом, конечно, Роксана, она еще местная, с Владивостока, вот. Поэтому мы решили попробовать переехать и попробовать работать здесь. А в Италии на тот момент как-то совсем плохо было с работой? Да, на тот момент не то, что было плохо с работой, но я не видел вообще проспективы развиваться, вот. Потому что я считаю, что когда люди молодые, они по-любому не должны как-то, ну, развиваться на чем-то. Ты знаешь, мне кажется, что Владивосток очень похож на Сан-Франциско. Я не одна так думаю, в интернете очень многие пишут об этом. И улицы здесь под углом 45 градусов. И вообще, конечно, город такой не похож на остальные российские города. А что тебя здесь вообще удивило? Удивило, что Владивосток, да, это еще... Мы еще тут находимся в России. А на самом деле тут это такая смесь из разной культуры, потому что тут у нас недалеко, вот, Северная Корея, Китай. Поэтому я считаю, что это не прям чисто русский город, так скажем, а тут уже вот такая смесь. Япония недалеко. Все машины праворульные, еда очень много. Может, встречает там паназиатская, вот, или китайская. Да, мне вот это прям, мне было очень интересно. Это отличие от других городов в России. Я считаю, что во Владивостоке, если у тебя, допустим, как я, допустим, жена, да, с Владивостока, навряд ли человек без знакомых, без ничего, он сам решит, вот, допустим, переехать жить во Владивостоке, на Дальнем Востоке вообще. А почему? Ну, потому что это, вот, как я говорил, это очень далеко находится, вот, и без знакомых здесь, конечно, нужно привыкаться. Я, допустим, знаю другие итальянцы, которые переехали, попробовали работать, но они ненадолго, ну, то есть, они примерно на 4-6 месяцев, они работали, и потом вернулись назад. Или вообще в Москве, или в Санкт-Петербург. Интересно, что твои друзья и родители сказали, когда ты им сообщил, что переезжаешь аж во Владивосток? Что я сумасшедший? Они, не, они, что родители, конечно, ну, первое время, как все родители, конечно, они, типа, боялись, что я, типа, вот, очень далеко, вообще нахожусь в другой конец мира. Всем интерес, особенно итальянцы, многие итальянцы на поезде, они сюда приезжают во Владивосток, на Транссибирское магистрал, вот, поэтому для итальянцев вообще вот этот город, это очень интересный. Почему? Интересный, вот, я думаю, чисто из-за этого, что мы находимся тут в Азию, не в Европу, вот, и считается еще Россией. А что вообще спрашивали твои друзья, или там спрашивают, когда звонят, наверняка, что-нибудь, да? Первый вопрос, который друзья задают, это, если девушки красивые, не, ну, спрашивают, как вообще, как жизнь, вообще, как людей, как ты привыкался, если тебе нравится, как еда, самые обычные вопросы, вот. А ты предупредил их, что если вдруг они влюбятся в русскую женщину, то могут оказаться где-нибудь здесь. Да, да, да. Мне кажется, ты что-то поймал. Да, может быть. Марко, расскажи, а как ты привыкал к жизни здесь? Все-таки между Флоренцией и Владивостоком больше... А, хотя нет, ровно 9 часов праздницы. Ну, как я привыкал, честно говоря, ну, первое время, так скажем, первый год, это было сложно, конечно. Может, из-за погодных условий, может быть, из-за отличий вот людей, да? Допустим, как все знаем, что типа итальянцы, они все душевные, вот такие, все более открытые. Вот, из-за этого. Но я все равно быстро привыкался. Для меня, конечно, шок, это была первая зима, честно говоря, вот. А все остальное, потом все хорошо, быстро привыкался. Тоже еда, конечно, другая, продукты другие. А ты вот сказал, что итальянцы такие душевные, открытые, а мы русские какие? Как все говорят, что типа русских, они более холодные, как людей, да? Что, допустим, пока что ты с человеком, допустим, не знакомишься, да? Вот человек, он старается тебе не показать эмоции, допустим, там, или... Ну, короче, разница, я бы сказал так, что, допустим, более закрытый человек первое время, вот скажем. Потом, как только познакомишься, потом, конечно, человек меняется и станет вообще как, прям, как настоящий итальянец, короче, вот такой прям теплый душевый. Я, допустим, тоже, я был в Москве, вот, по делам, допустим, я был там, познакомился тоже с людьми. Мне показалось, что здесь люди, они более, так скажем, добрые, и они готовы тебе помочь, но это не только я говорю, у меня тут вот знакомые итальянцы, которые на мотоцикле проехали всю Россию и переехали во Владивостоке, они мне говорили то же самое, что вот эта часть России, люди, они, допустим, более готовы тебе помочь, допустим, если надо будет. Вот, они тоже это мне рассказывали. А было что-то такое необычное, когда ты, ну, или там что-то, что тебя очень сильно удивляло, когда ты переехал? Удивляло? Ну, честно говоря, это язык, во-первых, что это было очень сложно прямо общаться с людьми, потому что на английском мало кто разговаривал, вот это была первая степень, сложность. Мы, как итальянцы, у нас есть наши традиции, допустим, тоже по поводу еди, да, что у нас есть обед в 12, ужин в 7 часов, тут нет вот такого режима, допустим, а тут люди могут есть, как я сейчас, уже привыкал, есть в любое время, когда просто голодное. А сама еда отличается? Ну, отличается, да, качество продукта отличается, отличается тоже. Тут, как я говорил, что тут еда, она вот, типа, более, так скажем, вот такой смесь по-нациатски, китайский, вот такой, да, это отличается, конечно. Мы, вот, итальянцы, они еще не открыты в этом, в другие кухни попробуют, то есть, я до этого, у меня китайскую кухню, по-моему, ни разу не пробовал, и, может, один раз в жизни. Я переехал в Россию, не то, чтобы работать и уехать, то есть, я планировал тут жить, вот, из-за этого, я думаю, что, вот, у меня еще и ребенок русский считается, да, поэтому, вот, я тоже себе, ну, часть тоже себе считаю русским. А ты считаешь, что я брусил вообще? Да, да, конечно. Получается, ты уже больше 10 лет здесь живешь? Почти 10 лет. Почти 10 лет. И наверняка уже какие-то привычки перенял. Я уже тут живу полностью как русским. Отдыхаю как русский. Допустим, на выходные хорошая погода, шашлыки жарят на пляже, на русском острове. Тут это классика, во Владивостоке, я тоже тут и делаю то же самое, как местным. Я считаю, что русских, я не знаю, как это звучит, но то, что они хотят сделать, они его сделают. Итальянцы, они, если хотят порешать или что-то делать, они по-любому слишком долго думают вот об этом. А тут это более свободно. Я чувствую, тут более свободно, чем в Италии, вот скажем. Вот это тоже есть. Как мне кажется, жизнь в России пошла тебе на пользу, по крайней мере, потому что я смотрела твои социальные сети, и ты действительно возмужал, постройнел и выглядеть стал лучше. Ты согласен со мной? Да, да, да. Это да, есть. Меня 34. Итальянцы вообще не привыкли к этому возрасту. Они еще чаще всего с родителями живут. Я бы сказал, что то, что я делал, это не для обычных итальянец. Действительно, ты нетипичный итальянец, потому что ты очень много работаешь и даже на съемке мы еле смогли тебя, собственно, вытащить из твоего рабочего графика. Да, все верно. Расскажи вообще о своей сыроварне. Как она появилась? Сыроварня появилась, мы когда переехали, после введения санкций, конечно, пропали все сыры на прилавок. Я в Италии работал еще поваром 8 лет, но у меня уже был небольшой опыт сыр. Ну, я дома себе варил сыр. И поэтому, мы когда переехали, подумали, что тут вот не хватает вкусный, качественный сыр. Поэтому мы решили попробовать в это направление. Вот я летел в Италию, был на обучение. У меня многие друзей, которые этим занимаются очень много лет, они не научили. Я потом приехал во Владивосток и попробовал варить сыр с местным молоком. Круто получилось, я считаю. И мы решили открывать вот маленькое производство. Потом уже начали потом закупать оборудование, русское оборудование. То есть, я не стал заказывать из Италии, потому что я считаю, что тут в России производится очень качественное оборудование. Поэтому мы открывали первый цех, заказали оборудование, вот начали работать, спрос был очень. Мы даже, вот мы недавно полтора года мы приехали, нам нужно было цех побольше, расширились. Тоже оборудование покупали более мощнее, потому что то, что было, уже не хватало. Если, например, в поисковике вбить сыроварни Владивостока, то оказывается, что их не так уж и мало. Я так понимаю, что после 2014 года многие стали производить сыры в России. Расскажи, насколько большая конкуренция, насколько сложно вообще вести бизнес в России. Я, так скажем, то, что я делаю, это, наверное, немного отличается от других, потому что я делаю прямо именно сыры, как в Италии. Ну, то есть и свежие сыры, и выдержанные сыры. Выдержанные сыры это более сложно, потому что никто не хочет заниматься, потому что понимаешь, что выдержанные сыры, то, что ты покупаешь молоко сразу и делаешь сыр, и вот этот сыр можешь начинать продавать только через определенное время. Поэтому этим никто не хочет заниматься. Конечно, многих стараются производить сыр и продать сразу. А дорого вообще делать сыр в России и в Италии? Так скажем, на Дальнем Востоке сырье, он, я думаю, один из самых дорогих в России. Да, потому что тут немного фермы, которые там содержат коровы, поэтому, да, тут сырье дорогое. в отличие с Москве, допустим, там можно найти намного дешевле. А в Италии? В Италии это тоже по-разному бывает, но в целом он дешевле, чем здесь, ну, если среднее смотреть. А вообще, насколько сложно открыть бизнес в России и вести бизнес в России? Я думаю, что сложно это везде, не только в России, я считаю, открывать бизнес. Конечно, это сложно. У нас, так скажем, микробизнес, так и назовем. Ну, есть многие, конечно, нюансы, конечно, ну, во-первых, там открывают уже ИП, ИЛИО, ну, то есть, это сложно, конечно, потребует очень много времени, куча документов, да, но я думаю, я бы не сказал только в Россию, я считаю, что это вообще везде такое. А давай попробуем сравнить с Италией. Ну, с Италией, так скажем, для первого начала, скорее всего, нужны побольше денег, наверное, чтобы открывать, допустим, элементарно открывать ИП. А если говорить про налогообложения, на сколько? Ну, налоги, это тут выгодные, конечно, там в Италии это намного, намного больше там налогов. Тут, если не ошибаюсь, 13% доплатим, а в Италии это получается от 25% и выше. А ты заметил, что вообще последние лет 10 в России активно развивается гастроиндустрия? У нас очень много шефов, в том числе, и в Италии. Я очень заметил, особенно тоже тут на Дальнем Востоке, тоже тут, что открывались школы по Дальневосточной кухне, люди, да, шеф-повара, особенно создают вот эта паназиатская кухня, у нас местная, они очень стараются развивать, это классно. Мы даже, кстати, делали для ресторанов наше бурата, сыр бурата итальянский с кончатским крабом, как начинка внутри. Я всегда смеюсь над этой темой, что сыр бурата итальянский, но в каждом ресторане в России можно встретить какое-то блюдо сыром бурата, а в Италии нет. В Италии, да, кстати, но это так, есть на самом деле, но она не вот такая распространенная, как здесь, не знаю, почему. Бурата в Италии производится больше всего на юге Италии, и там можно легко найти, а уже на севере это уже более сложно. То есть и ресторане не везде используют бурата на приготовление чего-то. Бурата тоже стала российской. Да, я думаю, что продаж бураты больше в России, чем в Италии, скорее всего. А как думаешь, почему так много итальянских шеф-поваров переезжают жить в России? Я считаю, что в некоторых ресторанах они могут платить больше денег, чем в Италии. Потому что в Италии сейчас из-за того, что может быть, что из-за конкуренции, конечно, тоже между поваров в Италии. Не знаю, я бы сказал, что тут на самом деле я считаю, что можно будет даже больше зарабатывать, чем в Италии, как шеф-повар. Я знаю, что сейчас практически все твое время занимает стройка. Ты собираешься открывать свой бар? Да. Расскажи, у тебя есть какая-то итальянская концепция? Да, есть у меня итальянская концепция. Мы уже все, короче, мы в тестовом режиме уже начали запускать вот этот проект. Это, я бы не сказал кафе, я бы не сказал даже бар. Честно говоря, я даже не знаю, как его называть. Это, короче, вот такой уголочек Италии, который я хотел давно сделать тут на Дальнем Востоке. Я там планировал вот пицца делать, вкусный кофе, десерты, которые используют только нашими сырами там на месте. Вот идея вот такая. Как можно вообще привлечь местных жителей в наши кафе и рестораны? И отличаются ли вообще итальянские кафе и рестораны или бары от наших? Да, конечно. Бар у нас это такое место, где люди просто приезжают, там пьют кофе, они даже не сидят. Бывают бары в Италии, что даже стола нету, что они просто там на барной стойке пьют кофе, может там заказывают там круассан, они позавтракают и дальше. то есть, это вот такое быстрое место, вот чтобы там перекусить что-нибудь. А кафе тут это считается что-то среднее, ну, это прям не прям ресторан, это что-то поменьше. В Италии тоже есть, они тоже как тут и называют, может быть, троттерия есть у нас в Италии. Это не прям ресторан, это что-нибудь поменьше, поуютнее, так скажем, по-домашнему. А люди здесь в России, которые приходят в бары или рестораны, они отличаются от тех, которые приходят в Италии? Да, ну, допустим, я заметил, что у нас тут, допустим, мы как будто типа еще не открывали, но у нас уже появились уже постоянные клиенты, которые они прямо сказали, что я вот, я теперь пиццу буду только у тебя заказывать. Русских, они более любят, ну, допустим, кафе или ресторан, просто посидеть, комфортно, покушает, не отдыхает. Ну, вот, я бы сказал, что в России кафе или ресторане многие ассоциируют как отдых, так скажем, что в свободное время там посидеть, поболтать и вот отдыхать. А в Италии ресторан, это только место, где кушать. Вот, допустим, что сидишь, кушаешь, встаешь и все, и дальше по делам. А тут немного по-другому, да. А расскажи, как к тебе вообще относятся местные жители? Да, местные жители прекрасно, я бы сказал. Даже были некоторые забавные истории, но они и до сих пор бывают. Ну, допустим, когда меня гаишники останавливают, они проверяют документы, они замечают, что я итальянец. Недавно у меня гаишник попросил, как рецепт карбонаро правильно делать, если на сливках или нет. Еще бывало такое, что проверяли мне документы, и у меня потом спрашивают, слушай, а где лучше? Он держал вот так на руках документы мои, и он спрашивал, а где лучше, в Италии, в России? Я сказал, я тут живу, я, конечно, я скажу Россия сто процентов. Хорошо вам путем. Видела у тебя в социальных сетях, что ты учишь местных жителей, как правильно общаться с итальянцами и рассказываешь о том, какие есть жесты в Италии. Расскажи мне, пожалуйста, тоже. Да, жесты у нас очень, да, очень многих, допустим, как говорят, что типа итальянцы, они могут прямо общаться только жестами, да, типа, что ты хочешь? Вот так, это, кузи-кузи, это типа, да, вот так это, солнце, английское. А это еще нужно типа говорить с недовольным лицом, да? Да, да, типа вот такое. Мне не нравится, если ты мне принес в ресторане еду, например, мне не нравится, я вам вот так. Вот так. Но самое популярное, что есть даже на эмоджи, это... А что это значит в Италии? Если бы с матом сказать, это типа, что ты хочешь? Да. А если с матом? Кекаться. Это, но я не переведу на русском, потому что это звучит очень грубо, конечно. А в русских это есть? Замечал? Да, есть, я заметил, что тоже иногда обращаю внимание, что есть людей, они тоже, которые они все равно с руками, они себе помогают, чтобы объяснить что-то. Это я, я, мне просто запрещают продюсер это делает. Вот, видите, ты мне говорила, я сейчас тоже начну сейчас. Это зараза. Да. Марк, а раз мы уже начали сравнивать Россию и Италию, я предлагаю продолжить, но уже не здесь, а посмотреть твои любимые достопримечательности в городе. Да, конечно, очень с удовольствием. Вот тут можно начинать тут же с русского моста. Мост красивый. Поедем в город? Да. Поехали. Марком, мы находимся в центре города, в районе Миллионка. Это народное название, потому что раньше здесь жил какой-то там условно миллион китайцев. И, насколько я знаю, это одно из твоих самых любимых мест в городе. Ты любишь сюда приходить, гулять. Да, конечно, это красиво тут в центре. Давай продолжим сравнивать Италию и Россию. Мне вот интересно, очень многие говорят о том, что в Италии достаточно такой расслабленный образ жизни, неторопливый. Вот ты, когда переехал сюда во Владивосток, ты можешь сравнить? Да, я могу сравнивать, конечно, потому что тут я считаю, что нет вот таких, так скажем, у многих людей нет вообще выходных, то есть тут люди работают субботу, воскресенье, без, как в Италии, тесто у нас, как все говорят, что есть вот этот перерыв, допустим, во время обеда. А это хорошо или плохо, как ты считаешь? Я считаю, что это хорошо, наоборот. Почему? Потому что, если вот так работает, рабочий день может стать побольше, подлиннее, можно много всего побольше заниматься, допустим. А это не относится к тому, что в Италии вот есть такое выражение dolce for niente? dolce for niente? смотри, я объясню, просто в Италии, когда есть вот эта пауза, да, во время обеда, да, я знаю, что русские туристы, когда приезжают в Италию, они типа спрашивают, блин, а все закрыто, а что делать вообще во время обеда? Поэтому я вот это не очень понимаю, мне кажется, что лучше, чтобы вообще весь день все работало. А может быть, это вопрос про наслаждение жизнью? Ну, мне кажется, что это более стереотип, что, допустим, в Италии все красиво, вкусная еда, вкусное вино, и вот так люди вот наслаждаются. Ну, я думаю, это более стереотип вот такой. А как на самом деле? Ну, на самом деле, это тоже, типа, люди работают, но жизнь, она, как я говорил, она, типа, вот такая быстрая, но мне кажется, да, что люди, типа, начинаешь работать, ну, без вот эта суета, мне кажется. Но ты приехал сюда, потому что в Италии начался кризис. Вот помимо того, что была безработица, в чем он выражался еще? Я думаю, что уровень зарплаты, я думаю, что я считаю, что они, конечно, они достойны в Италии, вот такие, ну, зарплаты, я говорю про среднего зарплата. Если брать среднюю зарплату в Италии, она у тебя точно не хватает до конца месяца. Ну, то есть, и чтобы получать какую-то достойную зарплату, достойную работу, короче, это очень сложно, сложнее, чем в России, я бы сказал. У тебя часть зарплаты, она идет у тебя, вот, на коммунальные услуги. Это большинство, прям, часть зарплаты, она идет туда. И потом, конечно, все остальное у нас, как все знают, там, бензин, машину содержает, это все очень дорого. А как ты думаешь, а почему нам отсюда, из России, окажется, что в Италии всегда праздник, счастливые люди, все такие веселые? Я думаю, что вот, это все это кажется, потому что, когда ты как турист, вот, приезжаешь в Италии, да, как турист, тебе все это кажется спокойно. На самом деле, я бы не сказал так, но, мне кажется, все это более, там, стереотип. А когда ты переезжал из Италии в Россию, какой был у тебя стереотип о России? Классический стереотип, допустим, что все пьют водка. на самом деле, нет, мне кажется, вообще наоборот, что многие люди вообще не пьют. Мы миллионку с тобой посмотрели, но ты так классно начал рассказывать про людей, поэтому я предлагаю прогуляться по другим улицам и про дом. Хорошо, пойдем. А если говорить о характерах, то с кем проще найти общий язык, с русским или с итальянцем? Я думаю, с русскими, наверное, найти общий язык сразу. Почему? Не знаю, мне так кажется, насколько я людей тут познакомил, не знаю, у меня всегда было такое, что договариваться, допустим, или найти, вот как ты говоришь, общий язык, мне кажется, попроще тут. В Италии бывают люди, они более, так скажем, более фальшивые, вот так скажем, даже вот так и бывает. Фальшивые? А в чем? Фальшивые в плане, что они тебе могут показать, что они вот такие с тобой там добрые и красивые, да, а на самом деле они могут оказаться совсем другое. Потому что я думаю, если в России, если человек открывается с тобой, да, я думаю, потому что это так и будет на самом деле. Я видела очень много видео в социальных сетях, где ругаются итальянские пары. Это, конечно, нечто. Да, ты сразу можешь понять, когда ругаются итальянцы, вообще, они сразу слышно издалека, прям, вот, да. То есть это норма? Очень громко. Ну, да, бывает, да, есть такое, да. Не могу, как у итальянца, не спросить у тебя в очередной раз про еду. Все-таки сюда, во Владивосток, люди со всей России приезжают, потому что Приморский край славится обилием своих морепродуктов. Да, я считаю, что тут у нас есть самые вкусные морепродукты, но тут у нас, я бы сказал, самое интересное, не самое вкусное, а самое интересное у нас тут во Владивостоке есть пинцы. Это классика, если бываешь во Владивостоке, тебе это обязательно нужно попробовать. Пойдем? Давай, пойдем. Так, ну что, пробуем? Ну что, уже пора пробовать, да, обязательно. Это только во Владивостоке можешь пробовать. Это очень вкусно, по вкусу он похож на чем-то на фетарский очпачмак. А, интересно. Только он жареный, а здесь получается как бы тесто вареное. На пару, Очень вкусно, да. Откуда вообще это блюдо пришло во Владивостоке? Я думаю, это корейское изначало, потому что вообще, я когда был в Корее, в Сеуле, я видел, что они продаются вообще тоже на улице, но они поменьше по размеру, и допустим, они там с начинкой кимчи, всякие разные тоже они есть, они продают. А мы в России любим размерчик побольше. Да, побольше, 300-граммовый вот такой, да. Наезд-то наверняка. Марка, ты знаешь, я хочу немного подытожить наши с тобой сравнения и уже так более точечно разобрать несколько направлений, скажем так. Я буду тебе говорить направление, а ты будешь ставить баллы от 1 до 5. не могу, конечно, тебя не спросить об автомобильном движении, потому что в Италии люди эмоциональные, водят они, соответственно, таким же образом, а здесь, во Владивостоке, абсолютно все машины праворульные. Ну, не все, большинство праворульные. Расскажи, пожалуйста, движение в Италии и движение здесь, во Владивостоке. Как тебе? Это от балла нужно, да. Я бы сказал движение, это ноль, это плохо, правильно, и пьян, это хорошо. Я бы сказал два Владивостока и три во Флоренции, в Италии вообще. Это тоже все равно почему? Ну, плотное движение и пробки, вот, это классика Владивостокская. А если говорить об эмоциональном состоянии, то есть, как вот водят здесь? В Италии, я бы сказал, наверное, ближе к 4, наверное, вот такие эмоциональные, да, а тут то же самое. Я говорю, что все равно итальянцы и русские, там что-то есть похожее. Городская инфраструктура в Италии и в России? Инфраструктура, я бы сказал, в Италии, я бы тоже, наверное, 4 в Италии, и тут, в принципе, то же самое, где-то 3. Чистота на улицах в Италии и в России? В Италии, я бы сказал, 3, потому что тоже бывает, что после праздника или с утра, да, на выходных, бывает часто, что встречают там беспорядок, там на улице, там много там мусора и грязи, я бы сказал, 3. А тут, я заметил, что все равно в город ухаживают, ну, то есть, они периодически они чистят, поэтому, я бы сказал, что тут, наверное, даже может лучше, 4. Если говорить о городском досуге для молодежи, ну, я знаю, что в Италии молодежь очень часто ходит на выставки, чем-то еще занимаются и как тебе видится развлечение для молодежи здесь, во Владивостоке? Ну, примерно, я бы сказал, одна и то же самое, ну, тут, в отличие, конечно, это, ну, морской город, тут много времени, допустим, вот молодежь, они проводят лето на море, ставим 4,4. Марка, ну, мы, конечно, с тобой классно гуляем по городу, но очень жарко, нужно отдать должное. Да, да, я согласен, да. Я знаю, что нас ждет Роксана, да, и я предлагаю поехать сейчас к ней. Роксана, очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Такая бы красивая пара, и мне кажется, вы, правда, реально прям похожи между собой. Не знаю, кстати, насколько вы знаете или нет, но есть статистика по тому, как часто итальянцы женятся на иностранках. И вы входите в эту статистику, больше 15% итальянцев женаты на неитальянках, из этого количества больше половины это русские женщины. И мне вот интересно, Марко, ну чем все-таки итальянцев привлекают русские? Да, очень просто могу ответить, потому что, ну, русские девушки, они самые красивые, честно. А чем тебя привлекла Роксана? Знаешь, там мы, когда познакомились, я помню, что я был на работу, вот, она приехала поужинать в ресторане с подругой, мы познакомились, да, но она мне потом оставила там бумажку, ну, подруга Роксане, она мне оставила там бумажку, где было написано ее номер телефона. Я потом уже сразу в этот вечер я позвонил ей, я все правильно говорю или что-то перепутал, сразу позвонил ей и все, и мы потом начали встречаться. А я же, насколько понимаю, ты был очень молодым. Да, 20-20. И это же нетипично для итальянцев. Да, да, это необычно. То есть обычные итальянцы лет до 35, до 45, наверное, живут с мамами. Средние, да, 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 да. А как ты решился так? Ну, я просто не решил, я делал то, что я считал нужно и все, и просто делал, не думал, ну, то есть, в плане ни по какому, ну, то есть, я просто вот так и хотел, так и делал, вот. Марк, а есть какое-то принципиальное отличие между русскими женщинами и итальянскими? Ну, отличие, как я говорил, что они, я считаю, что они более красивые. Они, они более, можно так сказать, сексуальность, нельзя это говорить? Я не знаю. Они более, не, сенсуальность, чувственные, чувственные, сенсуальность, я даже на итальянское не могу найти слово. Чувственные, чувственные. Они себя ведут более как, как женщины. Роксана, расскажи, а есть какое-то отличие между итальянскими мужчинами и русскими? И чем все-таки тебя сразил Марко? Отличие я не знаю, потому что мне кажется, что Марко нетипичный итальянец, поэтому мне очень сложно сравнивать. Просто бывает такое, что ты видишь человека, и тебе кажется, что ты почему-то, не зная его, но знаешь очень давно. И с Марко было так. Это не любовь с первого взгляда, не какие-то суперэмоции, а просто ощущение, что это твой такой кусок, который отвалился когда-то. Ты знаешь, мы вот эти дни провели с Марко, и у меня сложилось полное ощущение, что он абсолютно русский, такой русский мужчина, но с акцентом. А скажи, осталось в нем что-то итальянского вообще? Мало что осталось. Фамилия? Хотя у нас уже есть там типа Мельпиньянов, Мельпиньянский по-разному, да, коверкают, поэтому нет, не знаю. Вкус в еде, наверное, вот это такие основные ключевые. Так как я с самого начала считаю, что Марко нетипичный итальянец, соответственно, думаю, что только какие-то именно вкусы, что разбирается в еде, вот, наверное, в этом. А еще я знаю, что в Италии очень часто женщины не берут фамилию мужа и считают это принципиальным оставить свою. Это вопрос какой-то феминизма или что это? Я, честно говоря, насколько я знаю людей в Италии, ни разу не встречал, что ты потом женщина брала фамилию мужа. Честно говоря, ну не знаю, может что есть. нет, потому что я же наоборот узнавала, оно помимо того, что не заведено, так и в любом случае, если даже бы я решила взять твою фамилию, все равно в документах итальянских шло бы мое имя, моя фамилия и после этого только твоя фамилия. Соответственно, даже элементарно в графе она бы просто не помещалась, не говоря о том, что в одном из документов в любом случае указано, что там Роксана бла-бла-бла из фамилия Марко. Я, конечно, не женщина, но я не могу сказать, какой смысл этого сделать. Я просто это до сих пор не могу понять. За мужем, соответственно, беря, мне кажется, фамилию мужа, это показатель того, что ты с каким-то определенным мужчиной, что ты за ним, как это, принадлежность, наверное. Ну да, это получается наша традиция. Для меня это было бы, не знаю, потому что я говорю как итальянец, вот это вот. Я не вижу, честно, такой смысл, чтобы он нужно было обязательно этого сделать. Ребенок носит фамилию. Да, но зато у него отчество. А как полностью звучит? Мартин Маркович Мальпиняну. Расскажите, как воспитываете сына? И вообще, есть какое-то отличие в воспитании детей с точки зрения итальянцев и русских? Он, во-первых, говорит на русском, на итальянском, конечно, я тоже не очень стараюсь, я этого честно говорю, что я постараюсь, ну, с ним поговорить на итальянском, но он... в нашей паре я больше говорю по-итальянски с сыном, чем Марко. Да, это смешно, но это так и на самом деле. Он понимает на итальянском, он даже знает многие слова, но он не говорит. Да, он знает даже некоторые слова, которые ты не ожидаешь, что он их знает. Ключевым было, это мы не стали в момент, там, шесть месяцев, мы как раз, Мартина было шесть месяцев, мы были в Италии, и мы не придерживались всяких там правил ввода прикорма, там, неделя брок или там что-нибудь такое, нет. То есть мы пошли к педиатру в Италии, он сказал, замечательно, что у вас в России так-то-так-то, но вот у нас вот так. И мы, в принципе, с самого начала с точки зрения еды, прикорма и ввода продуктов начали придерживаться больше, наверное, итальянской истории. То есть детей, чтобы дать понять сразу, чтобы детей с шести месяцев они, педиатры в Италии не советуют дать пармезан. Да, да. А тут педиатры говорят только с трех лет можете попробовать отдавать кусочек сыра. Да, и даже пюрешки мы привезли, потом мы были, и в принципе у нас ребенок почти, ну вот, может, с месяцев 7-8 там либо посасывает сыр, либо кусает, и даже прикорм, который был с пюрешки и так далее, это все было уже в любом случае с сыром, то есть мы, ну это, наверное, ключевая разница. Как только появились первые зубы, конечно, я сразу ему приготовил на обед пасту, но как бы с этой. Ну для России вообще нормально, когда ребенок долгое время, там особенно летом, проводит у бабушки с дедушкой. А в Италии есть эта история? Ну, я бы сказал, что в Италии, конечно, если есть возможность, то есть, если бабушка и дедушка чувствуют себе, допустим, брать ребенок на длинный период, они, я думаю, что они могут взять. У нас даже не было такой возможности попробовать, потому что мы были только в Италии, когда Мартин был маленький, 6 месяцев, и потом все, больше. Марко, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души? Я бы сказал, умение не сдаваться, потому что русские люди, они вот такие сильные, я бы сказал. Широта души и адаптация, как они, русские люди, они могут легко адаптироваться, вот допустим, в любой даже точку мира, да, я бы сказал, что они по-любому могут адаптироваться. Итальянцы, допустим, в этом плане очень тяжело, а русских нет. Вот я бы сказал, вот эти три. Три вещи в России, к которым ты до сих пор никак не можешь привыкнуть. Я не могу привыкать, так скажем, есть селедку, не знаю, если это входит, не могу привыкаться. Это я сложно могу ответить на этот вопрос, потому что я уже, в принципе, привык на все, на суровые температуры, на погоду, на все. Не могу адаптироваться. Я не знаю, я вот так в голову, у меня, честно говоря, не приходится ничего, потому что я себе считаю уже человек адаптирован. что русскому нужно для счастья. Я бы не сказал не только русскому, наверное, как у всех, потому что я что я бы сказал, что для счастья нужно любовь, семья, может и хорошая работа. Я думаю, что это уже, наверное, достаточно для счастья, наверное. Спасибо вам большое за то, что вы провели эти дни с нами, спасибо за то, что показали город своими глазами и, конечно, спасибо за вкусный сыр. Несмотря на то, что мы активно сравнивали две наши страны, я думаю, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Спасибо тебе тоже. Да, Маша, спасибо, что приехали. Очень рад был знакомства, очень приятно. Взаимно. Это проект «Мы, они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. «Музыка» 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 Продолжение следует...